МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа ждем гостей Зурабом Двали. Мифы и легенды еще с незапамятных времен дарисли до нас сведения о чудодейственной силе источников, бьющих прямо из-под земли. Говорят, что сам великий Геракл обрел чудодейственную магическую силу, искупавшись в одном из родников Кавказа. И сегодня на Кавказе, в Грузии, немало таких источников, которые обладают лечебными свойствами. Об одной такой удивительной, уникальной воде мы и хотели вам сегодня рассказать. Едем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, мы путешествуем по западной Грузии, региону Самегрелло, который славится живописнейшими местами, уникальной, самобытной кухней и очень радушными и гостеприимными жителями. Сегодня нас ждут интересные встречи, потрясающие места и увлекательные приключения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в селе Мухури, на берегу горной речки Хоббискали, и я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком, бизнесменом Гелани Халухаевым. Добрый день, Гелани. Добрый день. Это очень-очень интересный человек. Гелани, как получилось, что вы переехали в Грузию, оказались именно здесь, в ущелье Лугела? Я заканчивал в свое время театральный институт в Билиси, имени Шота Руставели. И когда я уезжал, покидал Грузию, у меня было желание, что я вернусь. И знаешь, я вернулся в Грузию, вернулся не с пустыми руками, привез сюда свою семью, привез вошеннаряд технологий. Гелани, ну давайте уже нашим телезрителям откроем секрет, о какой же чудодейственной воде сегодня пойдет речь. Зураб, речь сегодня пойдет о лечебной воде Лугела, которая известна с незапамятных времен в этом крае. И она является природным лекарственным средством. Наверное, все-таки имеет смысл прокатиться нам с вами вот по этому изумительному ушелью Лугела-Схеоба. Ну что ж, друзья мои, наше путешествие только-только начинается. Мы едем к источнику целебной воды Лугела. Лугела-Схеоба. Субтитры создавал DimaTorzok Сколько я понимаю, мы прибыли прямо к источнику? Да, совершенно верно, Зура. Мы прибыли к источнику минеральной воды Лугела. С какого года, вот интересно, с какого года идет добыча этой воды здесь? В 26-м году была пробурена скважина, вот которую мы видим. На данный момент завершены полностью все исследования по этой воде. Определены лечебные качества этой воды и болезни, которые вылечиваются этой водой. А можно попробовать? Конечно, можно. Ну, столько уже слышали про эту воду, надо же попробовать. Боже мой, какая насыщенная солью и кальцием, по-моему, да? Совершенно верно. Эта вода содержит в одном литре до 50 грамм минеральных солей, из которых 88% – это хлористый кальций. Помимо кальция и хлора в этой воде находится до 25 редчайших элементов химических, полезных для здоровья. Букет этих микроэлементов… Дает эффект. Они дают колоссальнейший эффект. Огромное количество болезней вылечивается этой водой. Как минимум, мне известны 12 монографий докторских мы собрали наушных работ, в которых перечисляются именно те болезни, по которым велись исследования, и получен просто уникальный результат. Болезни следующие. Сердечно-сосудистая система, эндокринная система. Туберкулез, кажется, да? Туберкулез, открытой формы, дерматологические, в общем, болезни, псориаз, прерахитах, полиартритах. Ну, и этого перечня достаточно для того, чтобы сказать, что это действительно уникальная, речайшая вода с огромными целебными качествами. Для улучшения зрения, для лечения кальцием. Я прямо сейчас должен тогда это попробовать прямо на себе. Ты сейчас заметишь, что вот этот цвет ты видишь более выраженный. Насыщенный, да. Более насыщенный. Ну, друзья мои, у кого проблемы со зрением, все очкарики, приезжайте сюда, в Мегрель, в Грузию, в Лугельское ущелье. Вода творит чудеса. Поверьте мне, я испытал на своих глазах. И мы находимся в самом центре ущелья Лугела. Место уникальное еще и для туризма. Очень много приезжает людей, летом отдыхать. Прямо перед нами горы Большого Кавказского хребта, потрясающая горная речка Хобистхали. И еще что привлекает сюда туристов? Здесь невероятные условия для рафтинга, для вот этих байдарок. По реке Хобистхали. Да. Шумной, горной, быстрой. Совершенно верно. Более того, в этом ущелье, недалеко от источника Лугелы, находится пещера Шурубуму, так она называется. И самое, конечно, интересное, до самого озера Тобуарчхили, весь этот маршрут уже состоит из уникальнейших видов. Здесь бесчисленное количество водопадов, уникальнейших, которые невозможно ни с чем сравнить по своей красоте. Одна из таких достопримечательностей этого ущелья, Лугельского ущелья, это пчелы, мухурские пчелы. Я вижу, они уже летают вокруг меня. Наверняка, тот самый прекрасный мед, да? Знаете, это действительно так, и причина того, что этот мед отличается по вкусу и качеству от всех других сортов меда, благодаря тому, что у мухурской пчелы, лугельской пчелы, она единственная в мире, и только в этом ущелье она водится. У нее хоботок уж на длиннее, чем у обычной пчелы. Именно здесь только водятся какие-то особые сорта цветов, у которых свой вкус. Естественно, мед намного вкуснее. Я чувствую, что эти пчелы уже раздражены нашим присутствием. Давайте не будем испытывать судьбу и покинем лучше пластика. Тем более нас ожидают еще более интересные, наверное, места в этом ущелье. Конечно. Елане, ну места потрясающие, конечно, по своей красоте. Альпийская зона, ущелье, река, источники, водопады. Понятно, что такая вода, как Лугелы, могла появиться здесь. Несколько климатических зон в этом ущелье, начиная от альпийской зоны и кончая субтропической. Жаль, что в формате одного фильма, в временном формате, невозможно показать все эти красоты. Их надо просто прочувствовать. Их надо просто пройти здесь пешком, проехаться на коне, побыть здесь. Зура, мы сейчас находимся в начале моста, который ведет нас в пещеру Шурубуму. А на той стороне нас ждет Игорь Пицхай. Это краевед, это человек, который знает местную историю, местные достопримечательности. Замечательный человек. И он нам сейчас, наверное, покажет много интересного. Прекрасно, прекрасно. Добрый день, Патону Игорь. Гамарджубат, Гамарджубат, Гамарджубат. Добрый день. Патону Игорь, показывайте ваше хозяйство, показывайте пещеру. А красота какая, Гелани, красота, фантастика просто. Есть, есть контакт. Все отлично. Какая чистая вода. Ты представляешь, какая она вкусная. Немного пошире. Ух ты, какая красота. Какая красота, какой экстрим. Патону Игорь, во-первых, давайте скажем, какого периода эта пещера. Ну, это пока известно. Ну, примерно. Но где-то, наверное, 200 тысяч лет. 200 тысяч лет тому назад? Этот кост пещерного медведя. Пещерного медведя? Скажите, а ученые приезжают, изучают пещеру? Приезжают, в филологии, основные приезжают. Вести в географии работают здесь. Из Франции были ребята, из Москвы, из Вениуса тоже были. Друзья мои, кто увлекается спелеологией, кому нравятся пещеры, лазить по ним, приезжайте сюда, в ущелье Лугел, и вы получите огромное удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Патрон Игорь пригласил нас в исторический музей города Чхороцку, где хранятся удивительные, уникальные артефакты, о которых мы вам сейчас расскажем. Чем живет ваш музей? Я могу сказать, что музей Голест нашего города. Где собираются люди с удовольствием, приходят. Разные мероприятия здесь. Научные какие-то конференции, встречи. И сегодня у нас такая конференция, у нас профессор Марина Жорданья. Вот этот цветок мы очень часто встречали в Чхороцку. Это очень исторический, так сказать, цветок. Это называется, как агулат-забр. Столько идемники только в Менгреле, в этом маленьком локальном регионе Грузии. Такого камня нигде не найдете. Ни одном музее. Только у нас такой камень. А что это за порода камня? Порода неизвестна. Четыре тысячи лет тому назад сделано, написано. Вот так думаю. Слушайте, ну это мировая сенсация. Да, сенсация, конечно. И вы, Менгрелы, в Чхороцку молчите о том, что у вас на руках мировая сенсация? Нет, не молча. Распоряжают нам ничёные. Друзья мои, вы просто обязаны приехать сюда. А вот очень интересный экспонат. Дело в том, что здесь, в Чхороцку, родился легендарный, первый грузинский летчик Виссарион Хебурия. Он в Париже окончил лётную школу известного французского инженера Плерио. Вот они, кстати, изображены вместе на фотографии. И на летательном аппарате, на самолёте собственного изобретения. В 1909 году летом облетел Эйфелеву башню. Вот такой легендарный человек родился здесь, в Менгрелии, в городе Чхороцку. Минеральная вода Лугелла – это лечебная минеральная вода. Она относится к разряду хлоркальциевых. Это, можно сказать, больше лекарства. В этом блоке у нас происходит ополаскивание бутылок. Она подаёт бутылку и бактерицидирует её, то есть ополаскивает самой же Лугелой. И поисковская реализация, да? Да. Сама Лугелла имеет бактерицидные свойства. По конвейеру бутылка проходит дальше в блок розлива. А там уже, наверное, этикетка прикрепляется, да, к бутылке? Да. Сейчас мы переходим в блок этикетировки. Здесь бутылочка по транспортеру приходит к этому аппарату, где на неё, значит, приклеивается этикетка с датой и с номером партии. Иракли, а какая мощность у этого конвейера? Сколько тысяч бутылок можно в день произвести? В среднем 5-6 тысяч бутылок в час. Эта вода, раз она лечебная, наверное, будет в аптеках продаваться, да? В аптеках и в специализированных магазинах. Натурал кальций. Натуральный кальций. Никто нас не обманывал. Всё правда. Лугелла. Лугелла. Монах Николай, вы родом отсюда, из Мегрели, из села Мухури, и лучше всех знаете о целебных свойствах воды Лугелла. Наши предки там прожили, и всегда они говорили, что это прекрасная вода, которой всё лечит. Всё может лечить? Да, конечно. Меня дед так говорил, всегда научил так, что сколько людей вообще-то живёт в этом ущелье, вообще-то в мире, столько болезней лечит эта вода. Столько болезней лечит эта вода. Поэтому, приезжая в Грузию, Мегриэлью, живописное Лугельское ущелье, вы не только отдохнёте, но и поправите своё здоровье. Благодаря воде Лугелла, ну а Мегриэльская кухня и потрясающе красивые Мегриэльские песни ещё более усилят этот лечебный эффект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И наконец-то мы переходим к знаменитой Мегриэльской кухне, готовим сыр сулгуни. Ираклий, ну-ка рассказывайте, как вы сыр готовите здесь? Уже давно известно. И это известно каждому Мегриэлу. Да, и в этом крае это особенно актуально. Так. Мы будем использовать сегодня вместо обычной закваски Лугеллу. Лугеллу. Наш дорогой специалист по сырам, как его зовут? Батонипата. Батонипата. Батонипата, покажите, как вы используете воду для получения сыра. Мы подогрели молоко. И сколько грамм примерно Лугеллы наливаем? Примерно 100 грамм Лугеллы. 100 грамм Лугеллы. И что происходит? Происходит процесс закваски. Мы получим на 30-40% больше сыра. Но самое интересное, что после того, как мы обычно делаем сыр, обычным способом мы достаем и получаем сыр из 20 литров молока, 3-4 килограмма. После этого обычно эту воду выливали. Или давали коробе. Ну да. Но когда мы добавим туда Лугеллу, уже после того, как достали сыр, мы получим еще и творог. Творог? Фантастика. Фантастика. Ну, я думаю, что это еще одно волшебное, чудодейственное свойство воды Лугелла. Главное, что мы поделили с вами этим настоящим секретом. Прошло буквально две минуты, и небольшое чудо. Ну вот, молоко начинает сворачиваться, и скоро будет сыр. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Боже мой, он и без мамалыки очень вкусный сыр по отдельности будет. А это не очень много халатун-Наира? Нет, нет, нет. То есть на сулгуни не экономят? Конечно, у нас много. Много сулгуни гает у нас халатун-Наира. Ну вот так встречают дорогих гостей в Чхороцуу Мегрейли. Приезжайте, друзья мои. Ох, какой ларди получается у нас. Вот она, красота какая. Боже мой, какая вкуснятина нас ожидает. О, говорит уже, что готова, тянется. Правильно. Вот старейшина говорит, растянется, значит, готово наше блюдо. АПЛОДИСМЕНТЫ Где-то 160 лет этому дому. Это традиционная семья. Отсюда вышли очень знаменитые люди. Отец мой был лауреат государственной премии. Здесь родилась женщина, Лидия Папаскири, которая в 25-м году засетила докторскую диссертацию в Кермании. Из этого селения были очень знаменитые люди. Сколько академиков, сколько профессоров. Это очень старый, пролеченный рай. Именитое селение со старыми своими традициями. Вот это застолье, которое показывает, что и 100 лет тому назад, и 150, и 200 лет тому назад вот так сидели наши предки и принимали своих гостей. Потрясающе сидели, хочу сказать. Батон Зуров, спасибо огромное за интересный рассказ. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал нам в создании этой программы. Спасибо, Гелане, вам за то, что пригласили нашу съемочную группу. Ну и под конец программы я хочу попросить батюшку, маму Николас, подарить нам прекрасную мегрельскую песню «Абаула». «Аба ула доом» «Аба ула доом» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА